Целый день в стенах областной библиотеки имени Горького звучали доклады, посвященные истории Бреста, его традициям и культуре. Республиканский круглый стол собрал в зале ведущих ученых-историков, краеведов, всех тех, кому интересны события, происходившие в областном центре много лет назад. 2019 год для всех жителей предприятий, учреждений и организаций города, безусловно, проходит под знаком тысячелетия. Не стало исключением и областная библиотека имени Горького. На протяжении нескольких месяцев мы проводили и организовывали разнообразные мероприятия к тысячелетию, но сегодня, безусловно, самое знаковое – это республиканский круглый стол «Брест. Тысяча лет истории в документах и материалах». Центральное действие большого мероприятия – презентация электронного мультимедийного издания «Тысячелетие Бреста через призму старинных документов». Создание диска объемом около 8 гигабайт – это совместная работа Национальной библиотеки Беларуси в партнерстве с областной библиотекой и Национальным историческим архивом. Большая работа, проделанная ведущими исследователями, дала полноценное представление о жизни Бреста в разные годы, а также позволила объединить большое количество интересных документов, хранившихся ранее в различных информационных ресурсах. Гэта найперш документы и материалы Виленской археографичной комиссии, якая працывала у другой полови 19-го ставодзя и якая публиковала вельми шмат историчных документов. Гэта те документы, які не адлюстраваны у миновита публикации Виленской археографичной комиссии. Гэта вельми великий пласт юридичных документов, які отыщатся Бреста, самых разных новоколля, особных улиц Бреста. Гэта вельми все вельми и цікава. З нашого боку, з боку архива историчных, мы представили три цікавые документы. Два з них, гэта повное описание Брестской власти, гэта другая половая 17-го стагодзя, где мается повное описание Брестского замка, а так само усих вулочек, усих домов в городе, плюс еще все новокольные везки. И третий документ, который мы там зместили, гэта пергаментная грамота, якая была складена у середине 16-го стагодзя, вельми пригожая, вельми по-мостацку оформленная, с некими птушечками, які напевно в той часы жили под Брестом. Вось таким чином зараз усе ожидающие могут с этими документами познайомиться. Электронное мультимедийное издание уже поступило фонду учреждений культуры Брещены. В ближайшем будущем авторы проекта планируют сделать его общедоступным, разместив в сети интернет.